привет интернет привет зрители подписчики с вами снова дядя серёжа вещаются подсобочки нахожусь на сутках вот и знаете давно хотел это видео запилить извиняюсь что будут камеры трястись потому что снимаю без статьи вот руками держу значит ребят не всегда быть проблемы в мастерах во время ремонта там квартиры либо строительство частных домов иногда бывает и случай когда клиенты сами косячит ребята я думаю что вы это в комментариях подтвердите вот может быть какие-то свои истории напишите да будет интересно почитать вот может даже с вами подискутируем рака кличет и в комментариях будут с мужской свой объектив информация к этому очень формат на может людям только рассказать свою историю да ой извиняюсь телефончик садится сейчас понятно вот значит ребят и какие же косяки бывают да при взаимодействии с мастерами время ремонта квартир строительства частью домов а ну дальше там подписки лайки не забудьте значит ребята зачастую из того что знаете клиенты хотят сэкономить да вот не хотят потерять в качестве хотят сильно сэкономить и пытаются пытается найти в одном лице просто спасители понимаете того человек который сделать все как бы да и они смогут смогут выехать на этом одном человеке тогда специалист да возможно это универсал кого-то там вот с красным дипломом не знаю в общем и все им как бы заткнуть все дыры во время ремонта либо строительства вот это первое второе это конечно ребят когда клиенты опять же для того что хотят сэкономить от экономии идет пытаются увидеть это в интернете более какой-то доступный товар да то есть но вот из-за нехватки компетенции они думают что этот товар заменит тот что предложил извиняюсь может палец куда попасть в кадр что-то товар материал может заменить то что рекомендует специалист и в итоге конечно же в погоне из-за экономности неправильно да то есть экономии вот эти экономисты в кавычках да они начинают наступать на чужие грабли бы поговорят мастера это видит видишь что с клиентом ухи не сваришь да то что он сама нарушали рабочий процесс до всячески тормозит из них тормозит потому что не будем поставлять материалы тоже такое бывает и за этого конечно нормальные адекватные мастера вот и если вы новичок в этом не понимаете то это вот и такие вот сигналы когда пора с клиентом завязывать потому что после этого начинаются завтраки после этого начинаются ой ой мы там это самое забыли мы что-то еще там не сделали ой а это потом их основном как бы да люди клиенты пытаются взять на себя организаторские организаторские обязанности в итоге нифига не получается но ребят и третий косяк вообще который вопиющий когда клиент думать что он самый умный и что он пытается наверное не пытается не что пытается пытается во время по рабочего процесса манипулировать мастером и указать ему о недостатках да то есть бывает что сначала он говорит что не нам не нужно не нужно особого качества да то есть вот а в итоге в итоге это почему вы не сделали как должно быть да вот хотя но и даже материалов нет для того чтобы сделать как должно быть да то есть по качественно в итоге нарушается обещали рабочие процессы организация на низком уровне клиент ведется на маркетинговые всякие ходом магазине то есть выбрав неправильное решение для ремонта и строительства дату где-то что-то по нахватавшись верхами дат поняв что он вернее оценив ситуации правильно вот заменив себя крутым программ там либо каким-то организатором начинает манипулировать мастерами начинает выискивать да те что сделать подешевле дым пиковать цены то есть да там торговаться и в общем ребят опять же если вы нормальные адекватные специалисты да ну вас может быть опыта не было то есть вы работали через кого-то посредника и вот решили в свободное плавание плавание уйти найти свою клиентскую базу сколотить верхние даты все вот и вот если видеть что клиент проседать в организации во всеми силами хватается за организаторские за организации весла грубо говоря даже пытается куда плыть и вас вести в не то направлении ребят лучше бросать такого клиента потому что это ужас будет потому что человек увидев что что вы готовы с таким человеком сотрудничать то есть обычно от безысходности от безденежья как бы он начинает вообще распыляться то есть и вообще его не остановить то есть и он такие бывают штуки делать поэтому ребят этот человек может свое время экономит но не будет экономить в ваше время вот такие ребята три такие вот сигналь чека да еще пять копеек ставлю забыл сказать что есть еще четвертый косяк конечно же как его мог пропустить это когда клиента сами не знают что хотят когда и не некомпетенты в строительстве или ремонте пытаются навязать мастер что кого-то нововведение которое уже нельзя никогда то есть интегрировать уже в имеющийся ремонт и жилплощадь либо уже есть уже точки невозврата когда нельзя вернуться и что-то переделать вот и и люди будет и ночами звонят и постоянно ну новое новое что-то новое что-то придумают в они даже не появляется на объекте до бывает даже эти такие специфические клиенты они общаются только через смски понимаете через смски они могут быть даже в другом городе то есть сделать статьи вас в этом дату где вы живете городе либо там регионе и по удаленке построить себе дом такой тоже был неоднократно вот по ремонт квартир часто уже встречается когда люди с одного региона другой переезжают и по удаленке пытаются как-то что-то решить не имея никакого такого профильного образования либо опыта до в той отрасли где ремонт строительства очень грубо говоря поэтому ребят тоже увидеть что клиент такой как бы ну мы еще не определились мы еще не знаем как бы вы допустим взяли полностью взять полностью до своей бригады все делать ребят конечно же все оля тут у как бы это не годится ни в коем случае потому что вы потеряете много времени и бывают даже моменты когда клиенты берутся наглости в этих случаях да я не не хотят платить за переделки но вот такой часто встречали поэтому ребят это я ничего не открыл да то есть вне америку вот вот такие вот четыре косяка если я что-то сказал смысле не сказал да дополнить мир в комментариях чтобы вы еще дополнили к этому видео что но клиенты косячно говорю что ребята это не от хорошей жизни что получается и будут только как бы с хуже скажем где года пока у нас это стабильной стране пока пока у нас доллар растет рубль падает еще скоро нет с газом закончить вернее просто будут будут какие-то альтернативы в других странах и не просто перестанут потреблять вот эти ресурсы в итоге сами понимаете сейчас у нас и для самозанятых не только для самозанятых для физических лиц будет большее давление больше будет сжиматься то есть вот кольцо вокруг наших доходов прибыли то есть кордый брус за физических лиц которые там не знаю который просто получает там небольшие денежки то переводами других карт очень ребят все будет только сложнее труднее в россии и вообще этот рынок строительное не знаю куда но ремонт строительный куда дальше двин потому что у клиентов денег нет мастера не хотят делать так как навязывал клиенты да вот не всегда клиент прав могу вам сказать вот бывает так вот да то есть то есть грамм специалистам бывает в себе да заменять многие там инженеров и проектировщиков вот какие-то смертной профессии бывает тоже берется вот но ребят ну все да все всех не заменить в общем так вот да сложно сложно на этом рынке ребята он очень свободные очень как бы такой знаете как кука как у художников вот и и сейчас много на плечи возложено специалистов и и говорю что конечно ситуация такая сложная что даже даже не знаю что дальше будет понимать еще большой разделение классов и реально есть те кто кому кому вообще ну тяжело дается да то есть каждый каждый рубль а есть те кто давно уже на плаву дака и пользуется положением я не обвиняя ни одних ни других как бы не защищаю ничего просто говорю как есть до сложной ситуации экономическая как бы от этого вытекает из трудности в этой отрасли вот очень сильно страдает когда ребят нету людей денег да то конечно же они думают о ремонте там или строительство в последнюю очередь и ребят я крайне вам не советую вписываться в загородное домостроение потому что там люди не живут за городом в очередь когда там они там живут в бытовку когда и рядом дом строится когда-то они кинут все силы чтобы быстрее построить чтобы наконец-то жить нормально по-человечески но когда человек живет в квартиру уютный комфортный вернее квартире тепленько все хорошо он про дом воспитать в последнюю очередь да у него будет хотелки но эти хотелки они не будут никак окупаться да то есть люди то есть вот так и будут хотел ким оставаться вас буду гнать а будут прыгать про сроки а в итоге не достроит а кстати год и два отряд через того что клиент выбрал пролететь и ноги или другие затраты да и поэтому ребят я не ра не один раз попадал такие ситуации где клиенты виноваты блин потом может расскажу историю так что жду от вас в комментариях просите напомните мне может я забуду чтобы я рассказал некоторую историю вот про некоторых клиентов конечно имена не буду называть явки пароли просто так буду рассказать как бы да вот интересны да и жизни которыми научили да и судили круг 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 моего развития вот они до диапазон развития туда можно идти потому что да где-то я просто ну я понял что он не тяну из силу того что мне просто тяжело вот договориться в некоторых в некоторых направлениях да с клиентами на просто договориться те тяжело вот особенно загородное строить домостроение в первую чисто да и бывают еще и квартиры но с квартирами намного все проще как и так ребят на дня кстати да я вам еще расскажу про расценки думаю через несколько дней на 2022 год вот начало да то есть когда рубль еще вернее доллар еще по 73 75 рублей вот также расскажу дальше про планы про наше небольшое сообщество сантехников вот что возможно мы кота разовьемся больше больше коллектив может быть не только бы сантехники но будут еще какие-то плиточники потому что это очень связанные профессии в общем все ребят в будущем следите за новостями вот все все расскажу все покажу и ребят но берегите себя до встречи развивайтесь своих отраслях как вы станете самостоятельными их ребята крайне рекомендую если вы все таки начали вести малый бизнес даст или ремонт строительства и вы специалист то вы должны все организовать чем больше вы процесс организуете тем вам будет приятнее комфортнее выполнять услугу да вот то есть даже игры чтобы работать да то есть выполнять услугу то есть даже малый бизнес это уже не работа работа когда вы работать через посредника либо как как это фирма то есть отверсти everywhere из посредника вот но когда вы сами все вид про выстраиваете да то есть и организацию там выполнение услуг представлен تم и там доставки материала то есть и там все другие 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 там традиционные манименты тогда реально малый бизнес тогда конечно же вам под проще тебе потому что на ваш плечах его никто не будет палки холеста итела на лишь иногда в некоторых на клиент немножко отстранить сказать что не надо мы здесь вот вам дают подключен все как вот ценник конечно и вот вам материалы вот вам услуги вот вам подключить только будет стоить в одну сумму все что останется наша как бы то есть ну вот так вот так так будет как бы правильнее я думаю что это про векторин от развиваться потому что потому что такая комическая тяжелая ситуация скоро будет до того дойдет что клиенты просто будут читать каждую копейку материалов все что остатки и как-то у него будет негативное отношение к вам как специалист потому что вы себе вышка рекомендуйте как хороший специалист а у вас кучу материалов осталось на мешки трубы там провода вот эти уголки то есть это все куда-то одевать а клиенту часто это просто не надо в общем вот так вот ребята вот так вот видео интересно вот такие вот напутствие надеюсь вам это видео будет полезно информативно как бы также жду комментарии опять же может это опыт из вашей жизни было бы интересно почитать и самым подписывайтесь до новых встреч пока да и лайк с вас берегите себя пока ребят и и и